На Васильевском спуске работает наш корреспондент Олег Шишкин. Он в прямом эфире. Олег, с погодой, правда, нам сегодня не очень повезло, но как у вас? Все готово? Валерия, у нас праздничное настроение. Несмотря на дождь, который периодически накрапывают сегодня в столице, вокруг ни одного хмурого лица. Многие пришли с семьями. Здесь много флагов, много разноцветных шаров. Мы сейчас находимся у храма Василия Блаженова. Именно отсюда начнется движение праздничных колонн на Красную площадь. И вот здесь очень много людей. Причем мы видим, что сейчас авангард праздничного шествия уже готовится войти на Красную площадь. А колонны выстроились вдоль набережной, огибают московский Кремль. И вот за моей спиной хорошо видно, что людьми заполнен и большой москварийский мост. И шествие должно начаться буквально через считанные минуты. Организаторы, кстати, не против, чтобы шествие профсоюзом называли по традиции демонстрацией трудящихся, потому что здесь и врачи, и учителя, и строители, и представители транспортной сферы, и сферы ЖКХ. Здесь, как я говорю, очень много людей самых разных профессий. Многие предприятия пришли сюда вместе со своей художественной самодеятельностью. Так что здесь на каждом шагу звуки баяна и песни. Обращайте внимание, что очень мало политических лозунгов. Есть, конечно, плакаты на социальную тему, но все-таки 1 мая – это праздник весны и труда. И самый популярный лозунг сегодня – «Мир, труд, май». Это праздник нас всех объединяет, помогает нам почувствовать, что мы все вместе, нас много. Детей тоже приучаем, чтобы «Мир, труд, май» – это праздник весны, праздник труда. Да. Несмотря на дождик, настроение просто веселое и приподнятое, потому что все мы здесь сегодня собрались. Настроение замечательное, праздничное. Всех поздравляю с праздником, 1 мая. Первомайская шестерна Красной площади проходит уже второй год подряд. В прошлом году она состоялась впервые, почти после 25-летнего перерыва. Тогда говорили о возрождении традиций. Сейчас к этому относятся уже как, само собой, разумеющемуся. И надо сказать, что движения организованы сейчас по-другому, чем в советские времена. Тогда люди жили от исторического музея на бар, к храму Василия Блаженова. Сейчас колонны поднимаются от набережной, проходят Красную площадь в направлении Манежной площади, затем уже выходят на Тверскую. В шесте принимает участие и мэр-столист Сергей Собянин. Мы записали с ним интервью буквально за считанные минуты до нашего эфира. Хочу всех поздравить с первомайскими праздниками, с праздником весны, труда. С каждым годом старая добрая традиция приходить 1 мая на демонстрацию набирает обороты. Вот сегодня, несмотря на ненастную погоду, здесь собралось более 100 тысяч человек. Хорошая традиция, то, что мы начали приходить на Красную площадь, это еще один стимул прийти, прийти вместе, пообщаться с друзьями, пройти по Красной площади. Ну, у нас уже все готово к началу шествия. На гостевых трибунах уже разместились почти 5000 ветеранов войны и труда. В преддверии празднования 70-летия Победы к ним сегодня, конечно, особое внимание. Ну и по традиции праздничное шествие на Красной площади дает старт всем праздничным мероприятиям в столице. Так что, с праздником, с 1 мая! Мы требуем не снижать темп благоустройства столицы. Мы за легальную работу и против теневых схем. Достойный труд, достойная заработная плата. С праздником, дорогие друзья! С 1 мая! Ура! Ура! Вместе с нами в праздничной колонии работники МОЗГАЗа. В едении столичного МОЗГАЗа находится крупнейшая газораспределительная транспорта. Но сегодня на Красной площади маршем пройдут работники всех муниципальных, всех городских организаций, крупных промышленных предприятий, которые находятся в Москве, а также врачи, учителя, коммунальщики, водители общественного транспорта. Иными словами, те люди, которые обеспечивают нас светом, водой, теплом, газом, делают наш город чистым, красивым, строят для нас новые дома, дороги, развязки, все остальное, новые линии метро, обслуживают наши лифты. Всех перечислить, вы понимаете, просто невозможно. Но без них наша жизнь немыслимая. Мы часто, так сказать, не обращаем внимания на их работу, не задумываемся о ней. Но если так оно и происходит, это значит, что эти люди, которых мы сейчас видим на Красной площади, они работают хорошо. Приятно отметить и увидеть в праздничный день их веселые улыбки, их спокойные праздничные лица. И на первомайской демонстрации сегодня примут участие также и наши спортсмены, гордость России, гордость Москвы, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Вместе с демонстрантами сегодня пройдут Светлана Мастеркова, Анатолий Старость, Сергей Бабинов, Ольга Зайцева, биатлонистка, которая просто не нуждается в представлении. Все эти лица мы сегодня увидим на Красной площади. А еще Давид Мусульбес, это олимпийский чемпион по вольной борьбе, который добыл для нашей страны и для Москвы золото в Сиднее в 2000 году. Во главе праздничной колонны в этот раз пройдут московские мастера. Это гордость столицы, гордость нашей страны. Это люди, которые приняли участие в профессиональном конкурсе профессионального мастерства. Называется «Московские мастера» и проходит уже в 18-й раз столице. По сложившейся традиции в нем участвуют не только опытные мастера своего дела, но и юные специалисты, учащиеся даже в профессиональных колледжей, а также специалисты с ограниченными возможностями здоровья. Погода сегодня, конечно, немножечко подвела участников демонстрации. И все, кто выехал на дачу, накрапывает в Москве дождь, вы видите. Но в утешении нам есть одна народная примета. Сегодня по народному календарю день Козьмы Огородника. Вот примета такая. Он в вашем виноват сегодня. Если сегодня сухо и тепло, то весь конец мая будет, наоборот, сырым, дождливым и холодным. Так что нам сегодня надо немножечко потерпеть. Зато в конце мая мы насладимся великолепной погодой. Ну, несмотря на то, что с утра действительно накрапывал дождь, сейчас мы видим, что тучи постепенно отступили, день уже не выглядит таким хмурым. По крайней мере, улыбки этих людей, которые вышли на праздничное шествие, они сейчас нам несут транспаранты, флаги, машут нам руками. И мы видим, что, в общем-то, праздничное настроение, оно заполнило Красную площадь. Люди идут со цветами в руках. Причем представлено, что приятно все поколения. И молодежь, и более старшее поколение. И действительно основной трудящийся народ, который сегодня вышел на главную площадь страны, чтобы отметить свой праздник. Кага, любопытно, тоже связана с трудом. В 1884 году началось строительство первого в мире небоскреба. И вот представьте, что в те годы, в конце 19 века, небоскребом считался дом из 10 этажей. Всего лишь не 100, а всего лишь 10. И это было чудом техники строительной и архитектуры тогда. Ну, это интересно, что в колонии демонстрантов мы только что видели иностранных студентов. А вот, например, в Финляндии 1 мая – это праздник студентов. Это своеобразный аналог нашего Татьяниного дня. Конечно, были и партизанские отряды, где были подростки, и всякие юнги, сыны полта и так далее. Они, конечно, моложе, чем 89 лет, но ясно, что это уже очень глубоко пожилые люди. И, конечно, наш долг – о них позаботиться, чтобы они жили достойно, чтобы все у них было и никаких проблем они не испытывали. Дорогие друзья, через несколько дней, в такой же светлый майский день, мы будем праздновать юбилей победы в Великой Отечественной войне. Итак, все больше людей сейчас мы видим на Красной площади. По некоторым оценкам в прошлом году аналогичное шествие собрало до 100-150 тысяч человек. В этом году мы узнаем какие-то свежие данные. Это равное финансирование для всех и поощрение лучших учебных заведений. Это особая забота о детях-инвалидах. Это главное – это люди, главное для нас. Это люди – учителя школ, преподаватели колледжей и вузов, воспитатели детских садов. Это гордость нашего города, гордость нашей страны. Дорогие друзья, вас приветствует председатель городского профсоюза работников народного образования и науки Марина Иванова. Друзья, товарищи, москвичи, и снова весна, и снова Первомай, И вновь мы на главной площади страны. Мы демонстрируем сегодня наш главный принцип солидарности и единства. Мы показываем, что умеем праздновать вместе, что мы вместе, когда нам трудно, что мы вместе ищем общее решение проблем. Действительно, Москва по праву называется городом образования. Наши школы – самые лучшие в России. Наши учителя – гордость России. И сейчас выступление Сергея Чернова, представитель Московской Федерации профсоюзов. Здравствуйте, москвичи! С праздником, друженики московских предприятий! С нами сегодня вместе более 2,5 миллионов дружеников России. С нами вместе отмечают День международной солидарности трудящихся более 140 стран мира. Мы за мир! Мы говорим, что только мирный труд преобразует нашу жизнь, объединяет людей, создает условия стабильности в государстве. Профсоюзы Москвы всегда выступают за то, чтобы у каждого гражданина, у каждого жителя Москвы был достойный труд, были достойные условия труда. И за это каждый должен получать справедливую зарплату. Мы за это! Мы! 125-й год уже, отмечают профсоюзы. Этот великий праздник – День международной солидарности труящихся. Слава человеку труда! Слава московским мастерам! Слава героям! Героям труда! Героям победы! Труд побеждает все! Мы в это верим! Мы за это! Слава московским профсоюзам! Это был Сергей Чернов, представитель Московской Федерации профсоюзов. Итак, мы видим, что праздничное шествие проходит по необычно декорированной Красной площади. Фасад ГУМа убран светодиодными огромными экранами, которые выделяют на Красной площади такую импровизируемую трибуну. Трибуны необычно находятся как раз со стороны ГУМа, а не со стороны Мавзолея, как это было в советские времена. Действительно, Красная площадь убрана невероятно красивыми декорациями, только себе сложно даже представить, что будет, когда будет 9 мая, и здесь будет парад победы, торжественные мероприятия. Наш коллега на Красной площади озвучил цифру, что на фронту, что 850 тысяч москвичей. Чтобы оценить её, стоит учесть, что в 1941 году в Москве жили не 13, не 12 миллионов, как сейчас, а всего-то 4 миллиона человек. Поэтому практически каждый четвёртый, включая детей, стариков, женщин, ушёл на фронт. И половина, каждый второй из этих ушедших, к сожалению, не вернулся. Так вот, в Советском Союзе, по-моему, только на Первомайской демонстрации или на Октябрьской революции можно было получить шарик, и это была огромная ценность. До сих пор я его вспоминаю, мне даже мурашки походят. Вот сейчас выступает председатель Федерации независимых профсоюзов России, и действительно, этот праздник зарождался в недрах международного рабочего движения. Он нас отсылает к XIX веку. Наверное, не все знают, что история этого праздника началась не в Европе, не в Царской России, не в Советской, а в Австралии в середине XIX века. В апреле 1856 года там местные рабочие потребовали сократить свой рабочий день до 8 часов. И вот тогда люди трудились по какому-то совершенно невообразимому, немыслимому графику. 16 часов в сутки, вы подумали, 16 часов в сутки и 6 дней в неделю. И когда рабочий день сокращали до 10 часов, или как для женщин, для детей до 9, это воспринималось, как говорится, как огромная победа в борьбе рабочих за свои права. Через несколько десятилетий после тех событий, к примеру, в Австралии последовали коллеги рабочие из США и Канады. И вот они как раз и устроили свои митинги 1 мая 1886 года. Главный лозунг как раз был 8 часов труда, 8 часов отдыха и 8 часов сна. К сожалению, мирные путешествия не получились. Были жертвы среди демонстрантов, полицейских. Да, рвались бомбы, несколько рабочих арестовали, зачинщиков. Ну вот как раз память о казненных. Рабочий Конгресс интернационалов Парижа в 1890 году объявил 1 мая днем солидарности рабочих всего мира.